И сейчас с нами на связи руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот враг боится, не боится, а тем не менее наносят ракетные удары по нашим городам. Сегодняшний обстрел Одессы, уже пятеро погибших, практически два десятка людей раненых. Александр, объясните, откуда мог быть нанесен этот удар? Это удар из моря, из подводных лодок? Ну, по последней информации, которую я видел, официально сообщали, это может быть удар из Каспийского моря. Он относится, ну, скорее всего, оттуда, я предполагаю, пока что официально нет информации, но я предполагаю, что такое расстояние может преодолевать ракеты Х-101. Это ракеты воздух-земля, которые запускаются с самолетов, как правило, стратегических бомбардировщиков, дух. Ну, пока что такая информация. Хотя, конечно же, как известно, информация была и о том, что в Черном море находится порядка четырех подводных лодок, на которых могут находиться, точнее, вероятнее всего, находятся ракеты «Калибр». Очень печально для нас известные, конечно, которыми Россия тоже обстреливает дикторию Украины. И эту информацию о ракетах «Калибр» в Черном море тоже уже подтвердили. А в Одесская администрация также об этом писала и авторитетное издание «Таймс» британское. Поэтому, ну, скажем так, есть и «Калибры», но пока что официальная информация о том, что эти были отпущены, скорее всего, в сакторию Каспийского моря. Скажите, ну вот все это время Одесса и область были относительно безопасным регионом. Да, там и привоз работал, и зоопарк. Почему вдруг удар по Одессе? Чтобы показать, что в Украине вообще нигде не может быть спокойного места. Ну, я думаю, я объясню почему. Потому что тут есть две-три причины. Первая, как вы помните, и раньше по Одессе наносились удары. Был такой период, он такой был довольно горячий, когда обстреливали Одессу также. Более того, и авиация летала. Но после того, как сбили два самолета российских, как раз на юге, наша противовоздушная оборона, они перестали летать, стали опасаться на наших ПВО. Ну, обстреливает. Почему так? Тогда, когда они обстреливали где-то месяц назад, был такой горячий период. Тогда цель была, у них еще, они рассматривали возможность и потенциал высадки десанта у побережья Одессы и Одесской области. Сейчас такая вероятность, ну, минимальная. Потому что, как мы знаем, после такой блестящей победы Украины на море, а именно уничтожения крейсера «Москва», фактически десантные корабли, десантные катера остались без прикрытия. И поэтому они отошли, они не проводят сейчас маневры какие-то, направленные на высадку десанта. И в этой связи, я думаю, что это может быть своего рода такая месть. Во-первых, за то, что потопили крейсер «Москва». Во-вторых, за то, что у них сейчас отчаяние у российских войск в том, что они не могут, у них нет сил, нет потенциала и ресурса захватить Одессу военным путем. Поэтому они стараются хотя бы как-то нанести какие-то потери и поражения. Что они делают? Как обычно, к глубокому сожалению, от российских ракет страдают более всего мирные граждане. Это уже тоже, к сожалению, такова тенденция. И еще один момент, он, конечно же, тоже лежит в плащине, почему происходят обстрелы. Как мы слышали, попадание было и по инфраструктурным объектам. Вероятнее всего, таким образом пытаются просто, скажем так, наносить серьезные экономические потери городам, которые находятся в тылу. Это одна из причин. Александр, вот Минобороны Российской Федерации заявили, что США якобы готовят провокацию, чтобы обвинить российских военных в том, что они применят в Украине химическое, биологическое или ядерное оружие. Но зная и понимая тактику Москвы, как можно трактовать подобные заявления? К чему стоит готовиться украинцам? Да, очень, конечно, интересно со стороны России такое услышать. Я вам хочу сказать, привести буквально два факта. Первый факт. Как вы знаете, не так давно Россия провела испытания баллистической межконтинентальной ракеты «Сармат». И это все сделали показательно. С таким пропагандистским агрессивным ударом, присущим как раз российским властям. Но я хочу напомнить, что где-то месяц-полтора назад планировались подобные испытания со стороны Соединенных Штатов, похожих ракет. Они отказались тогда от таких испытаний как раз для того, чтобы не провоцировать, не накалять обстановку и не, скажем так, не приводить еще к более истерии, зная, как Россия сейчас использует тему и пропаганду вокруг ядерного оружия. И, во-вторых, я хочу напомнить по поводу химического оружия, что сейчас изучаются факты. Потому что накануне посол Соединенных Штатов при АБСЕ сделал заявление о том, что, возможно, все-таки в Мариуполе было использование химического оружия. Это сейчас изучается. Также сейчас есть информация о том, что несколько дней назад под Изюмом в Харьковской области фиксировались отравления украинских военнослужащих, похожих тоже на отравление химическим оружием. Помимо этого, как сообщал городской глава города Тростянец в Сумской области, там тоже были найдены контейнеры, в которых, возможно, хранилось химическое оружие. Поэтому главные угрозы, конечно же, исходят от России в этом плане, к сожалению. Они не исходят от Соединенных Штатов. Но я хочу сказать, что, в принципе, вот как раз в контексте сдерживания очень эффективно работает решительность, твердость и, скажем так, четкость заявлений Запада. Потому что где-то еще недели три назад, когда проходил саммит НАТО в Брюсселе, президент Байден четко сказал о том, что если Россия будет применять химическое оружие, об этом станет известно, это будет подтверждено, то мир будет реагировать, по крайней мере, Соединенные Штаты, очень решительно. И после этого, кстати, как-то тема сошла на нет. Но сейчас она тоже возвращается в повестку дня. И необходимо понимать, что российские войска не могут честным путем достичь каких-то существенных побед на поле боя. Поэтому они готовы прибегнуть к вот таким вот методам ужасным, террористическим, угрожающим для мирного населения. И поэтому необходимо, конечно же, понимать все риски и их оценивать. И как раз вот, кстати говоря, именно поэтому наши партнеры и Соединенные Штаты, и Япония, и Германия, и другие страны предоставили украинским спасателям и украинским вооруженным силам необходимое оборудование для ликвидации последствий, а также необходимые защитные костюмы и так далее. Это тоже необходимо. Но я все-таки думаю, что, скажем так, до такого, до использования оружия массового поражения, не дают. Будем надеяться. Спасибо вам огромное. Александр Мусиенко, руководитель Центра военных правовых исследований, был в прямом эфире проекта «Фрида». Продолжение следует...